Сначала я бы, скорее всего, растерялась. Я бы просто сказала кому-нибудь из взрослых пойти достать. А что бы вы сделали ради спасения детей? В миг, когда на воде увидели бездыханное тело. Тот момент Полина Веснина никогда не забудет. Я попросила свою подругу Лату, чтобы она сходила и потрогала мальчика. Нет, не мальчика, а просто. Подплыла и потрогала. Она подплыла, дала мне этого мальчика. Я пошла на берег, я даже не помню, тяжелый он был, легкий был. Поэтому мозг был выключен в этот момент. Уже на берегу к ноябрянкам подбежали взрослые и стали помогать. Вызвали скорую. А пока она ехала, по очереди делали детям искусственное дыхание. Девочка не очнулась. Вызвали вертолет. Ее в Курган отправили. Там она несколько дней пролежала в реанимации. Но потом она очнулась. Все хорошо было. О том, что с детьми все хорошо, Полина узнала намного позже. О своем поступке, кроме мамы, никому не сказала. Да и зачем. Хвастаться просто так Полина не любит. Еще Полина у нас немножко такая, имеет неординарный, скажем, характер, в котором сочетает и добро, и нежность с храбростью, решительностью и мужественностью. В школе обо всем узнали, лишь когда пришла медаль. Благодарность за бдительность и решительные действия, проявленные при спасении утопающих детей, в Ингопуровске прислал губернатор Курганской области. К полученной награде Полина относится с уважением и большой скромностью. Но героем себя не считают. И если нужно, придет на помощь и впредь. Анна Селезнева, Время Ямала, Ноябрьск.